11.06 в нашем городе. Это программа «Дневной разворот». Подчёркиваю, разговор со слушателями. Да-да, у вас сегодня будет прекрасная возможность дозвониться нам по номеру 211-101 и высказать свою позицию по поводу того, что вы услышите чуть позже. А пока мы хотим вас поприветствовать. По традиции ведут сегодня программу Николай Голиков и Владимир Сметанин. Здравствуйте. Завершается рабочая неделя. 10 августа сегодня. Пятница. Погода отличная для августа. Я уже думал, что завтра будет ещё лучше. А в воскресенье будет жара. Жара. Ну, вот смотрю как раз прогноз погоды. Пока радует. На несколько дней вперёд. Пока тепло, солнечно. В общем-то, хорошо. Можно ещё выбраться куда-то на природу. То есть все люди, которые говорят, что это лето было хорошим, ошибаются. Оно не было хорошим. Оно всё ещё есть хорошее. Оно всё ещё продолжается. Хорошего вам самочувствия и хорошего вам расположения духа в связи с тем, что погода нас пока радует. Собственно, о чём мы сегодня хотим поговорить. Да тоже о хорошем. О хорошем? Пятница, конечно, о хорошем. Потому что наш глава администрации города анонсировал реконструкцию центрального рынка. То есть он наконец-таки заявил, что на самом деле пора привести эту торговую площадь в соответствии с современными требованиями. Что в этом плохого? Ничего. Я не знаю. Активность властей, в том числе, проявляемая по отношению к центральному рынку, меня в последнее время как-то даже немножко уже и напрягает. Потому что озвучиваются сначала планы, а потом, бац, они как-то испаряются. Ведь это высказывание главы администрации Ильи Вячеславовича Шульгина по поводу реконструкции центрального рынка – это не единственное его движение в эту сторону. Мы все прекрасно помним, что в прошлом году было громогласно объявлено о том, что центральный рынок город продает. Напоминаем, что организационно-правая форма центрального рынка в настоящее время – это акционерное общество. Тут, Володь, я хотел бы тебе еще объяснить, что сейчас очень многие считают, что продажа акционерного общества – это будет приватизация. Со стопроцентным участием городадминистрации, да? На самом деле, то есть факт приватизации уже состоялся. То есть преобразование муниципального предприятия в акционерное общество – это и есть уже приватизация. Потому что если… Ну, формально – да. То есть теперь для того, чтобы, собственно говоря, продавать эти акции, нас уже никто спрашивать не будет. Никто этот вопрос далеко будет. Есть собственник, собственник правильными распоряжаться в соответствии уже с совсем другими законами, не связанными с муниципальной собственностью. Вот. Поэтому, видимо, просто не устроила цена, потому что речь шла, по-моему, про 220 миллионов. 220 миллионов рублей, да, озвучивалась эта цена в прошлом году. Плакомый объект в центре города, конечно, это смешно. Я помню эфир. Если я не ошибаюсь, здесь рядышком с нами есть торговый центр театра. Его сейчас выставили. За 400 с чем-то. За 400 с чем-то. Полмиллиарда. Полмиллиарда рублей. Да, полмиллиарда рублей. Был у нас эфир большой интересный, где руководитель административного департамента, муниципальной собственности Наталья Мамедова рассказывала как раз-таки по планам, касаемо центрального рынка. И вот тогда звучали эти цифры, 220 миллионов. Мы слышали о том, что это якобы минимальная цена. Мы вот сейчас это пока прицениваемся, прикидываем, за сколько мы могли бы его продать. То есть в реальности мы могли бы его реализовать за большую сумму. Это все в прошлом году было. Чуть позже мы еще глубже в историю копнем. Да, да, да. Это вопросы, они такие. Дело в том, что вот как у нас до этого проводился, уже в 2015 году, насколько я помню, да, конкурс по поиску инвестора. Я даже прекрасно помню название этой компании, которая выиграла. БСП Инвест Плюс. А я помню город, из которого была эта компания. Мы тоже прекрасно помним его. Это город Подольск, очень хорошо известный. И напомню еще, что инициативой тогда вот на ведение порядка на рынке выступила не администрация города, либо области, а наш самый большой милицейский начальник, господин Солодовников. Генерал Сергей Александрович Солодовников, который, придя буквально сходу, придя на должность, да, главного полицейского? Он первым делом обратил внимание на наш центральный рынок. Мы же помним, какие там заявления звучали. Да там воровской общак, СОС, да. Ну, отчасти в этом есть правда жизни, да, рынок это всегда было местом притяжения, в том числе и криминальных структур, потому что место очень богатое. И вот речь-то идет о чем? Что это прекрасное богатое место, оно, по идее, должно какым-то образом приносить еще и доход, собственно, городу. К основному акционеру. К основному акционеру, либо, как раньше, собственнику. А вот те проекты, которые были предложены тогда, вот с этой группой БСП Инвест Плюс, когда их разобрали, оказалось, что на выходе... Ну, не проекты, а там конкретный же проект уже звучало. Да, инвестиционный проект был, да, да. Хотели это все превратить в торгово-развлекательно-офисный... Нет, там было что-то похожее на рынок, но дело в том, что когда вот та же прокуратура разобрала вот этот весь проект, оказалось, что на выходе из этого проекта, да, то есть город, по идее, там должен был, ну, как государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство в данном случае, город на выходе должен был получить большой кусок от того, что там будут построены. Там 5 тысяч квадратных метров всего лишь предполагалась администрация. А оказалось, что, да, всего лишь 5 тысяч квадратных метров в итоге получает администрация, то есть для города была сделка заведомо невыгодная, то есть просто кому-то отдавали. Поэтому, слава богу, она была остановлена. Я думаю, так. И очень хорошо, что рынок не продали за 220 миллионов. Поэтому давай поговорим о том. Честь и хвала прокуратуре. Конечно. Прокуратура выступила тем лезвием, которое разрезало этот лакомый для кого-то кусок. На самом деле лезвием выступила Федеральная антимонопольная служба. Она уже обратилась в прокуратуру, найдя нарушение в конституционном соглашении. В общем, возвращаясь к главе городской администрации Илье Шульгинову, как мы прекрасно помним, придя на пост сети менеджера в октябре этого года, Собственно, Илья Вячеславович и стал тем человеком, который приостановил, если можно так выразиться, продажу центрального рынка. Потому что планы там уже серьезные назревали. Справедливости, надо сказать, не только центральный рынок. Тут был исключен из плана приватизации, но еще и Детский мир, да? Не ошибаюсь. Детский мир, магазин и так далее. Да, но Детский мир вот сейчас как бы возобновил работу. И есть надежда, что он будет приносить в городскую казну какие-то средства. Пока еще об этом говорить рано, потому что только началось. Я думаю, что примерно такой же опыт планируется сделать, провести и над центральным рынком, чтобы предприятие работало, приносило... Итак, буквально можем процитировать, что же на этой неделе наш сити-менеджер заявил по поводу центрального рынка. Цитирую. Реконструкция позволит это место привести в соответствии с современными нормами, как архитектурными, эстетическими, санитарными и градостроительными. То есть, чтобы этот объект полностью был удобен для посещения граждан. Самое главное, чтобы там были нормальные заполненные прилавки. Сегодня это позорная история. Илья Вячеславович, конечно, умеет подобрать слово вот такое понятное, просто понятное, да, по широкому кругу людей. Позорная история. Можно по-разному представлять. Позорно-позорно. Я хочу еще процитировать нашего сити-менеджера по порталу «Свой Кировский», где он тоже, собственно, делился своим видением по поводу центрального рынка в нашем городе. Для меня ориентир, сказал он, это гостиный двор города Уфы. Это архитектурно, ну, в смысле, этот двор очень красиво. По площади квартала это очень похоже на квартал, где у нас находится центральный рынок. Я понимаю, что это дорого, долго, но это очень красиво. Я не говорю, что нам надо сделать так же, но нам нужно стремиться к гармоничным архитектурным решениям. Это не торговый центр, это огромная площадка для разных активностей. Это и рестораны, и кафе, и автостоянки, и торговая площадь. Сходу сложно так представить, да, этот квартал, вот исходя из этих слов, что себе представляет городоначальник, но, видимо, разница с тем, что сейчас большая. Ну, с тем, что сейчас есть, совершенно да. Я, кстати, год, наверное, не бывал на нашем центральном рынке. Я довольно часто там бываю. Я вообще такой человек, я вообще с детства. Я все детство провел на соседней улице, так сказать, поэтому на рынке бывал регулярно. Это же интересно всегда посмотреть, что. Поэтому помню этот рынок, можно сказать, 60-х годов, когда он еще был у нас колхозным. Колхозным? Конечно. Он перенесенным от площади, от филармонии, собственно. А еще раньше он был на площади, где было Динамо. Да, да, исторически там сложилось. Дело в том, что в советское время на этом рынке не было вещевой торговли. Там только продукты. Ну, в смысле, продукты земледелия. Да, был рынок, да, сельское хозяйство. Земледелие, да. То есть там торговали и представители колхозов, и представители, так сказать, частников. Частник активно очень торговал. И гости наши с южных сторон торговали, с южных республик нашей страны. Это было чистость, хозяйственное мероприятие, поэтому там дорожка была протоптана. Купить, извини, хороших помидоров дороже, чем в магазине, но хороших. Не пластиковых, да? Не деревянных. Тогда в магазине были в основном недозрелые, либо какие-то битые, либо что-то зимой. Вообще, что помидоров не было о чем-то. Это же был в Советский Союз. Догадывались в теплицах, подогревая их выращивать. Вот. И, кстати, надо напомнить, да, я еще раз напоминаю, что очень часто звучат в последнее время новости про центральный рынок. И вот на прошлой или на позапрошлой, да, уже неделя сити-менеджер Шульгин, ведь он буквально с ультиматумом в адрес руководства центрального рынка выступил, когда речь шла о том, что ни один из муниципальных предприятий, да, ни одно АО с участием города не запланировало прибыль на этот год. Вот тогда-то и как раз-таки был поднят вопрос по центральному рынку. У него, видимо, тоже такая же история, никакой прибыли. Вот. И Шульгин дал буквально два месяца для того, чтобы ситуация была исправлена. И там тоже были слова, что здесь позорно, что ничего не изменилось, что непонятно, какие люди торгуют, непонятно, каким товаром и так далее. Вот два месяца, если я понимаю, будут заканчиваться в октябре. В последнее время, как в последнем, по-моему, своем выступлении публичном, вчера у него был пресс-час, он, по-моему, сказал, что конкретно пока кадровые решения еще не принимаются, как и кандидатур нет. То есть, видимо, дано на самом деле время, чтобы исправиться. Вот. Так что такого сказать, что он у кого-то уже имеет в виду конкретно на руководство. Вот. Он, конечно, недоволен тем, но по большому счету тут очень много... Но не только он, глава города Елена Васильевна тоже... Так я думаю, что и многие кировчане, которые бывают на рынке, они очень... Вот то же самое, что удивило нашего сети-менеджера, часто удивляет меня. То есть, когда подходишь к рынку, особенно со стороны милицейской, да, там такой параллельный, альтернативный рынок на улице. Предрынок такой. Предрынок. Предрынок, предбанник. Предрынок. То есть, люди там торгуют тем же, чем торгуют и на рынке, но почему-то они здесь, а те там, что тоже удивило нашего сети-менеджера. Меня тоже удивило. Надо у людей поинтересоваться, где подешевле. Давайте спросим. 211 и 101, если вы ходите на центральный рынок. Я думаю, сегодня надо поговорить о том, как вообще кировчане представляют себе, каким бы они хотели видеть это торговое место. Потому что людей там всегда много, на самом деле. Людей, покупателей очень много. А вот прибыли почему-то от этого места нет. Место проходное, место намоленное. Людей-то, наверное, в первую очередь не прибыли интересует. В первую очередь интересует, наверное, доступность, качество, удобство. Красота, удобство общения с продавцами. Купить качественную продукцию, недорогую, разумеется. Мы уже озвучили телефон Анны Лапшина. Нам редактор подсказывает. 211 и 101, номер нашего телефона. Еще раз повторяем. Итак, вот смотрите, вводных очень много. Чиновники сказали очень много. Они у нас ориентируются на то, что и общественность должна участвовать в обсуждении знаковых, важных очень тем. А мы считаем, что центральный рынок это архиважная для нашего города тема. Все-таки огромный квартал в центре города. Пожалуйста, 211 и 101, ваше видение будущего центрального рынка. Вы хотите, чтобы он остался вот таким, какой он сейчас есть? Вы хотите изменений? Каких конкретно вы хотите изменений? И наоборот, что бы там вы не хотели видеть? Может быть, убрать его, к чертовой мать? Вообще. Вот так уж кардинально я пытаюсь провоцировать. Есть такое мнение. Говорилось у меня однократно, что... 211 и 101, номер вашего телефона. Этот квартал, это же очень дорогая земля в центре города. Выгодно продать этот квартал под застройку, а рынок переместить на окраину. И поверьте, мы не зря устроим эту беседу. Что городские власти, областные власти, конечно же, прислушиваются к тому, что творится в СМИ, как высказываются люди в соцсетях и так далее. И в том числе прислушиваются к тому, что вы говорите, когда звоните на ваше. Да, и ваше мнение, мы вам гарантируем, оно обязательно будет донесено до городских властей. Они не просто так, они прислушиваются. Поверьте. 211 и 101, но сейчас небольшая у нас пауза, и мы продолжим. Продолжаем. Ведут программы сегодня Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Ну, давайте еще одно из высказываний по поводу центрального рынка. Как известно, известный градоустроитель, да, недавно у нас побывал в городе, провел экскурсию для... Ты имеешь в виду Юрия Перелыгина? Да, Юрия Перелыгина. Экскурсию провел для журналистов, для руководителей областных. Директор Лен Гипрогора. Да, в том числе он у нас давал интервью в нашем эфире Светлане Занько. Так вот, я напоминаю, что Юрий Перелыгин назвал центральный рынок самым «вкусным» объектом. Если можно так выразиться. Вкусным он сказал. Вкусным он назвал не в кавычках вкусным, можно понять, просто как бы слово употребилось. Но самым назвался самым вкусным объектом. Ну, с точки зрения урбанистики. С точки зрения урбанистики. Центральный рынок, по его мнению, там можно сделать отличный центр города. Район великолепно считает он, с точки зрения потенциала. Просто отличный. Он может остаться рынком, но по качеству это будет совершенно другой объект. Деньги будет приносить в казну. При этом он будет управляться муниципалитетом. И Перелыгин был, кстати, очень удивлен, что именно муниципалитет у нас является собственником этого объекта. Во всех остальных городах, сказал Александр, это частная территория. Для меня это нонсенс, он добавил, что рынок находится не в частных руках. Принимаем звонок. Алло, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Жигалин нам дозвонился. Да, да, да. Я как раз живу у центрального рынка в своей жизни. Вот. А в основном хожу туда за книгами, конечно, потому что очень дешевые книги, очень редкие и хорошие попадаются. А где, простите, они там? А это вот как раз на предрыночке. А, частные лица, да? Да, там на развалах. Свои какие-то колец. Вам это очень интересно, да, Андрей? Именно вот торговля книжкой. Да, вот я когда услышал про то, что намечается капитальная реконструкция, мне сразу представился, что хорошо бы поставили там что-то вроде вот джемола, допустим, да, торговый центр, чтобы там был кинотеатр, например. Потому что в этом районе ни одного кинотеатра уже нету. Вот кинотеатры мира закрыли, и приходится куда-то вот ездить. Вот это было идеально просто. Кинотеатры? Хороший торговый центр с кинотеатром, с хорошим магазином, типа вот Карусели, допустим, и так далее. Андрей? Книжный магазин хороший. А где же вы тогда книжки-то на каких развалах старые покупать будете? А, вот, кстати, да. У меня столько книг, что я уже до конца жизни, наверное. Ну, ведь до сих пор уже покаживаете. Я вот сам покаживаю, смотрю, там, правда, иногда уникальные старые советские книги, которые уже нигде не встретишь. Ну, да, я тут купил. В «Борник нашу гавань заходили корабли, например, да, 25 рублей всего и так далее». И вообще очень много полезных вещей таких, которых давно уже в магазинах не продают, там, для ремонта старой всякой техники и так далее. Вот полезные. Да, да, если что-то ломается, то сразу идешь туда. Да, туда идешь, конечно. Андрей, ясно, спасибо вы за то, чтобы там был большой торгово-развлекательный центр, в том числе... И обязательно с кинотеатром. С кинотеатром, мы поняли, поняли. И желательно закуточек, который, где будут торговать книжками. Ну, вообще старыми вещами, просто это такое хорошее пространство. Спасибо, 211-101, звоните и вы, высказывайте из будущего центрального рынка. Как вы его видите, власти в очередной раз высказали твердое намерение в том, что он будет реконструироваться. Ну, в нашем эфире уже звучали, собственно, мнения известных людей нашего города по данному поводу. Вот, например, депутат Кировской гордумы Юрий Шлемензон, что сказал. Ну, как же, он сказал, нет необходимости его посещать в том виде, в котором он существует. Сегодня рынок не только место для продажи, это многофункциональный центр, преобразованные рынки в других городах, это центры отдыха. Даже рынок в Ешкарале, и тот вызывает благоприятные впечатления. Там есть всегда свежее немороженное мясо, свежая речная рыба, там есть творог, там есть яйца. У нас же фермерских продуктов вообще нет. Что значит даже в Ешкарале? Вот я тоже меня удивил, и так как-то он... Даже в Ешкарале, мол, даже... Ешкаралак гораздо более аграрный регион, чем наша область, поэтому там наоборот все это есть, удивляться этого не стоит. И я, кстати, тоже не согласен немножко тут с Юрием Львовичем, потому что свежее мясо там бывает, надо просто знать места. Надо знать даты, когда свежее мясо появляется. Да нет, там обычно же очень простая ситуация, как на любом рынке. Во-первых, чем хорош рынок, Юр? О, Юр, говорю, я с Юрием Львовичем, да. Чем хорош рынок? Там можно прийти поторговаться, да? Я, кстати, не люблю торговаться. А это очень... Я не люблю торговаться. Это, понимаешь, это часть. Не то, что я не умею, мне легко включить в общем-то такого... Это не очень серьезная вещь, понимаешь, торговаться там не скрипя зубами, просто с улыбкой нормально говорить. Во-вторых, там очень хорошо просто завязывать отношения с людьми, которые торгуют, и сюда можно получить визиточку, где написано, в какое время звонить, куда звоните, когда привезут свежее мясо, и какое вы предпочитаете мясо в это время суток, собственно говоря. Вот. И цены там, если сравнивать с некоторыми магазинами, очень даже приемлемы, скажу я тебе. Не могу судить, потому что давно не бывал. Не могу судить. Вот еще одно мнение, которое тоже в нашем эфире прозвучало на этой неделе. Валерий Турула, экс-депутат областного законсобрания, президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Кировской области. Человек, который, напомним, выходил и активно поддерживал позицию работников центрального рынка. Там, по-моему, даже профсоюзная ячейка была создана, благодаря Валерию Николаевичу в том числе. Это когда речь шла о том, что... Ну, а там речь шла о предстоящем сокращении, собственно говоря. Когда речь шла об этом, реализации этого инвестиционного проекта. БСП Инвест Плюс. Да-да-да. Павильон центрального рынка, считает Валерий Николаевич, необходимо сохранить, но при этом облагородить. На улице нужны несколько торговых помещений, крытых, но не обязательно капитальных. Предприниматели, считает Турула, могут принять участие в реконструкции, но им нужны гарантии, что впоследствии они не потеряют свои места. В ходе очередной реконструкции, как у нас происходит, с нестационарными торговыми объектами, собственно говоря. Превозможные реконструкции, соотношение вложений должно быть следующим. 9 к 1, то бишь 9 частей средств вкладывает в город, 1 часть предпринимателей. То есть, например, 9 миллионов город, 1 миллион предпринимателей. Любопытно. Ну, такая пропорция очень напоминающая проект поддержки местных инициатив. Там тоже основные средства вкладывает либо муниципалитет, либо область. 211-101, вы тоже можете позвонить и высказаться, в какие лица вам будущего центрального рынка. В чем, наверное, можно согласиться с Валерием Николаевичем, что вот этот павильон, да, он как бы уже стал довольно-таки таким историческим местом. Сам-сам по себе павильон, вот этот вот, который построен. Вот центральный, который, с улицы Милицейской, да. И, в общем-то, там ничего такого делать в нем не надо. Ну, просто привести его в порядок, там, облагородить, как он правильно сказал. Вот. Я просто говорю о рынках. Вот мы говорим все там привести в современный вид и так далее. Вчера буквально смотрел довольно, ну, где-то 10-летний, давности, французский фильм. И там все главные мужчины в этом фильме, да, они все работники рынка. Они торгуют рыбой, фруктами, овощами, да. Я там не заметил никакого хай-тека, обыкновенные деревянные прилавки. Единственное, что, закончив торговлю, они все это увозят в некий центр, где есть холодильники, там, помещения, прочее, прочее. Он здесь же. Хранится, да. Здесь же по соседству. Но сама торговля происходит на обыкновенных таких вот прилавочках. Никакой там хитрости, никакого хай-тека, ничего. Из дерева сколоченных. Очень нормально. Всем нравится. Жители Парижа очень довольны. 211-101 номер нашего телефона. Кстати, очень любопытно было пообщаться с действующим продавцом, торговцем, который работает на центральном рынке, или, может быть, бывшим торговцем. У меня, кстати, есть опыт, ведь он работает на центральном рынке. Ага. В студенческие годы я там грузчиком подрабатывал. Нет покупательского опыта. Да, грузчиком подрабатывал, да, было дело. Любопытно, кстати, изнутри на это все посмотреть. Как сейчас рынок работает, к сожалению, ну, говорю, не знаю, редко там очень бывает. Ну, я последний раз год назад. 211-101 номер нашего телефона. Можете дозвониться и высказаться. Посещаете вы центральный рынок. Какие продукты, какой ассортимент вас там интересует? Были ли у вас случаи, ну, покупки, приобретения какого-то некачественного, нехорошего товара? И это отложило свой отпечаток, да, на все ваши дальнейшие отношения с центральным рынком? Перестали вы туда ходить? Либо вы завсегдата этого заведения? Давайте выясним, давайте услышим, послушаем друг друга, выясним общественное мнение. Чиновники прислушаются, безусловно. Ну, Николай, ваш-то экспертный взгляд, как человек с большим опытом, что происходит с центральным рынком? Причем, что, вот, что правильно, на что обратил внимание наш городоначальник, это то, что, вот, собственно говоря, частных торговцев, да, то есть, но он имел в виду фермеров, да, почему-то, не знаю, он считает, что фермерство в Кировской области развито, хотя, если смотреть данные по сельхозпроизводству, то фермеры у нас производят раз в 10 меньше, чем частный сектор. То есть, который не фермерский, а просто частный сектор. Частный, который для себя. Да, 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 то есть, личное подсобное хозяйство, да, они производят в 10 раз больше, чем фермеры, а по некоторым позициям в 100 раз больше, чем фермеры, то есть, фермерское движение так уж и развито, поэтому давать преференции фермерам было бы неправильно, а вот самих частников пустить на рынок было бы хорошо. Но почему-то у нас частники торгуют за пределами, а внутри рынка торгуют, в основном, если присмотреться и копнуть поглубже организации, те же самые, что торгуют в наших городских магазинах, просто они как бы оформлены, как частная торговля, да, а покупаешь ты то же самое, что и в городе, только чуть подороже. То есть, от переменной мест ничего не меняется. То, чтобы, вот, понимаешь, что даже если брать советское время, когда все было очень жестко зарегламентировано, я даже не знаю, наверное, даже жестче, чем сейчас, то любой человек, вырастив у себя в огороде помидорки или там огурчики, мог прийти на рынок, заплатить в кассу там сколько-то копеек, встать и торговать. Ему давали весы, счеты, собственно говоря, да, и все это происходило очень быстро и удобно. Рынок был наполнен, там торговали разные, там были люди, я уже говорил, из южных республик, там были и местные производители. Я почему это прекрасно знаю, что если ты работал грузчиком на рынке, то мой дедушка там торговал с 62-го года, как только вышел на пенсию, и до самой практически смерти. Чем торговал? У него было очень большое хозяйство, он человек, у меня был ученый, он как раз умел выращивать тюльпаны к 8 марта. Вот так вот у себя в подвальчике, он сделал хорошее освещение и выращивал тюльпаны. Сейчас обычно в подвальчиках другую фигню выращивают, судя по сводкам МВД. Я просто помню, что идешь по рынку, смотришь, там стоят хорошие, слушай, люди торгуют тюльпанами, розами, а тут стоит Илья Иванович и театр Тро тем же самым. Причем это было не перекуплено, а выращено своими силами. Рассадой, помидорами, огурцами, ягодами, то есть все, что он выращивал на своем огромном огороде, он все продавал. И это приносило ему хорошую очень даже прибыль, скажем так. Было хорошим подсобием. Да, то есть это было на самом деле хорошим пособием для человека на пенсии. Да, пособием. Да, можно и подсобное хозяйство. Сейчас, насколько я знаю, почему бабушки торгуют на углах, почему они торгуют на ящичках, потому что вход на рынок для них получается дорог. Они не так уж много. Ну, тут, наверное, можно поспорить, потому что управление городское предпринимательство и потребительского рынка ведь неоднократно говорил, и не так давно руководитель управления Александр Сидельников у нас в эфире говорил, что по-прежнему есть вот эти льготные, так называемые, социальные места на центральном рынке, порядка трех десятков, там даже закуточек сделан. Заходи и по льготной плате, пожалуйста, торгуй. Беда. Не идут ни продавцы туда, ни покупатели. Вот, я так понимаю, что если бы это на самом деле было льготно и удобно, и продавцы бы и покупатели туда пошли, значит, есть какая-то закорючка в этом деле, о которой мы не знаем. Но, опять же, мы же хотим сделать так, чтобы это закорючки не было. То есть люди должны иметь равный доступ и продавцы, и, соответственно, если будут продавцы, то будут покупатели. Подошло время рекламы. У нас еще будет 10 минут. После этого 211-101, номер нашего телефона. Мы говорим о предполагающейся реконструкции центрального рынка. Судя по тому, какой риторик используют городские власти, Илья Шульгин, в частности, наш с этим менеджером. То есть планы опять серьезные, и объект этот будет меняться. Давайте послушаем друг друга, что вы думаете по этому поводу, что бы вам хотелось это видеть. А то сделают что-нибудь, что не будет нравиться городу вообще. А вот у вас сейчас есть прикосная возможность все-таки заявить свою позицию. 211-101. Через полторы минуты продолжим. Продолжается наш разговор. Мы обсуждаем будущее центрального рынка. 211-101. Номер нашего телефона. Вы можете высказать свою позицию по данному вопросу Николай Голиков. И Владимир Сметалин. И к нам присоединился депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. Владимир Вениаминович, мы вас приветствуем. Добрый день. Да, здравствуй, Николай Голиков. Здравствуй, Владимир Владимир. Здравствуй, вот как раз вчера в рамках вашего особого мнения мы общались в нашем эфире и не дошли до вопроса центрального рынка. Хотя бы в повестке-то у нас он был. Мы прекрасно знаем, что вы один из таких активных депутатов, которые высказываетесь по этому поводу. И у вас были свои предложения несколько лет назад. И они, безусловно, есть сейчас. Собственно, ваша позиция, ваше видение того, что предлагает администрация. Анонсирована реконструкция. Что это будет? Насколько вашим представлениям это соответствует? В общем, ваша позиция. Ну, я все понимаю. Во-первых, хочу сказать, что я в течение пятого созыва два года возглавлял рабочую группу как раз по вопросам острым центральным рынком. Господин Перескоков и господин Быков хотели, ну, создали инвестиционный проект, по которому это все бы дошло москвичам. Ну, говорите, там, в Московской области. Об этом волновались арендаторы рынка, которые там с 90-х годов торгуют и которые имеют свои тоже интересы. И это порядка свыше тысячи арендаторов примерно, да? Вот они беспокоились, выходили там на пикеты и так далее. Я хочу сказать, вот тот инвестиционный проект, который господин Перескоков и Быков задумали, его областная прокуратура через суды обжаловала и признала незаконным. Мы помним, помните, да? Да, да, да. Вот. И после этого родился проект, по которому было предложено не трогать вот существующий центральный рынок, а в центре взамен построить 20-тысячный торговый центр современный, вписав его правильно, да? Предусмотрев автостоянки и так далее. Я хочу, вот нужно оговориться, что с 1 января 2015 года по федеральному законодательству мы должны вообще убрать рынки, которые находятся не под крышей. Мы все должны убрать под крышу. Мы уже четвертый год нарушаем это федеральное требование закона по стандартам. Вот. На улице не должно быть торговли на рынках. И вот есть интересы как города, и я считаю, что рынок должен остаться под контролем и иметь такую социально-экономическую подоплеку, да, иметь. И остаться в бюджете. Но использовать землю, а где взять деньги? Не нужно привлекать с других регионов деньги, инвесторов. Не нужно кредитные брать. А сделать так, вот предлагалось акционерное общество открытого типа, ну, сейчас публичное общество, да? И построить двадцатитысячник. И вторые этажи, второй этаж десяти тысяч, половины, да, продать по цене льготной арендаторам рынка центральному. То есть это будет дороже себестоимости, но это не такая там рыночная, условно говоря, стоимость, да? Продать от 15 до 30 метров. И мы таким образом 10 тысяч продаем и получаем деньги на строительство всего торгового центра. То есть без всяких, без кредитов, без всего мы отстраиваем. И в чем была задача первого этажа? У нас нет в городе площадки для проведения выставок продуктовых, промышленных и так далее. У нас колбасные выставки, производители колбасы или молока проходят в филармонии, в Доме культуры Родину. Это смешно. У нас как нет концертного зала, то, что предлагает губернатор, у нас так нет и выставочной площадки для промышленных выставок. Сделать на первом этаже такую площадку? Суть. И это мы озвучили вот нынешней администрации, в частности, вот разговаривали с Антоном Викторовичем Карпинским, который сегодня зам... По инвестициям, да-да-да, главы администрации, да. Он воспринял это, сказал, да, и понимаете, как бы то, что администрация анонсирует модернизацию, она просто необходима по закону. Мы должны рынок увести, не должно вот этих быть ларьков. А если сейчас эти ларьки убирать там с территории, то пострадают интересы людей. Куда же их? Так под крышу вместе с товаром. Под крышу. Но главное, чтобы администрация не видела, знаете, продать просто инвесторам, так сказать. Я считаю, что ничего плохого нет, если рынок останется, и, считай, наоборот, больше плюсов под контролем... Муниципалитета. Муниципалитета, да. Он может осуществлять политику, модернизацию всего этого. Нам нужен муниципальный рынок, иначе большие торговые центры, вот сегодня заходит там Макси, Лера Мерлен, там еще кто-то. Понимаете, у нас торговых центров много. Если мы продадим инвесторам, там будет просто очередной торговый центр. А здесь вот какая-то, в общем, вот, знаете, появляется площадка десятитысячная, где можно проводить промышленно-региональные выставки. И приглашать там с Татарстана сюда, с Нижнего Новгорода, с Перми, а у нас сегодня такой площадки нет. Да, с этим, конечно, проблема, но у вас ощущение, что именно об этом говорит городская администрация? Реконструкция именно в этом смысле или... Нет, я думаю, что городская администрация говорит о том, что требования закона нужно выполнять и рынок заводить под крышу. А, то есть пока о минимальном уровне, да, то есть о минимальном, так сказать, соблюдении минимального. А предложения рассматриваются, я знаю, что и у директора нынешнего муниципального рынка есть, у Игоря Палкина есть какой-то проект. Вот я высказал концепцию, ее можно попробовать привязать к рынку, и она реальна в моем понимании. Говорят там региональные, из других регионов инвесторы приходят, но я как раз сторонник за того, что сделать это самим. Ну, понимаете, это организационная работа, она не требует каких-то денег, у нас есть главный капитал, это земля. Есть натоптанное место центральный рынок. Я считаю, нужно в рамках вот этого действовать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, был с нами на телефонной связи, собственно, озвучил свою позицию. Ну, в общем, эта позиция напоминает то, о чем мы уже говорили, только если там мы говорили 9 частей к одной, то здесь получается 50 на 50. 50 частники, 50 городская власть, муниципалитет. Да, ну, 50, я могу сказать так, что частники как бы платят и за себя, и за того парня, получается так. То есть за счет того, что они вкладываются в покупку своих площадей, они как бы таким образом оплачивают строительство всего вот этого на тысячи квадратных метров в всей площади. Ну, не знаю, это в этом что-то есть, наверное. Там же огромная площадь в центре рынка, которая, если говорить о том, что ликвидирует все вот эти вот нестационарные вещи, да, она просто освободится. Она всегда была большая, такая пустая площадка. Да, палатки вот эти, где уже стоят. Да, палатки вещевые. И, мне кажется, одним из решений такой вопроса было тоже разделение все-таки вещевого рынка, который никогда раньше не был перемешан с продуктовым, собственно говоря. И, может быть, для вещевого рынка найти вообще другое место в другой конце города. Но, кстати, по поводу вещей-то я читаю историческую справку. В 90-е, да, ведь, собственно, там начали торговать шмотками. Да, в 90-е, да, это барахолка была в чижах. Когда хлынула вот эта крупная продукция и так далее. Да, барахолка была в чижах, она мирно существовала, все советское время, никому не мешало. Точно так же вот эти книжные развалы... Тогда и криминал появился. Да, вот в 90-е. Крыша, так называемая. А те книжные развалы, про которые говорил Андрей Жигалин, они всегда в Дворцах культуры проводились такие книгообмен шел, приходили люди со своими старыми книгами. Кто-то менял, кто-то продавал, кто-то еще. То есть это все можно разнести в разные углы, и все будут довольны. 211-101, еще есть 4 минуты для того, чтобы вы успели дозвониться нам и высказать свое видение, свою точку зрения по поводу будущего центрального рынка. Вот был у нас звонок. Наш слушатель Андрей Жигалин считает, что не хватает там, в частности, кинотеатра в этом месте. И не помешал бы на месте центрального рынка большой торгово-развлекательный комплекс именно с кинозалами. Три минуты уже, 211-101. А насчет торговых комплексов Владимир, безусловно, прав, потому что торговых центров в Кирове очень много. Уже сейчас мы это замечаем, никто с этим не спорит. И строить еще одно на таком козырном месте, такой же точно торговый центр, там рядом уже есть два больших торговых центра. И там будет еще один третий, это будет что-то такое совершенно, по-моему. Хотя у нас, конечно, могут и два колеса обозрения рядом поставить. Могут, и три могут. Про три еще не слышал. Мне кажется. Ну, а почему бы и нет? Еще больше. Ведь, собственно, небо-то бескрайное. Вот, пожалуйста, заводите. То есть, если говорить, как бы, вот, смотрите, человек, который там постоянно покупает продукты, да, то я бы, конечно, был очень заинтересован, чтобы именно рынок сохранился, как место, где с подсобных личных хозяйств можно покупать продукцию, которую пока еще разрешено продавать. А, кстати, куда вьетнамскую диаспору денем? Они же до сих пор вроде там активно работают. Ну, понимаешь, опять же, я говорю, что если будет все переводиться вот под крышу, как говорит Журавлев, да, но это обязанность по закону о рынках седьмого года, насколько я помню, закон был в седьмом году. С 1 января 15-го он сказал. Ну, нет, с 1 января уже должно было все закончено быть, а закон был принят, не помню, в пятом или седьмом году уже. Довольно старый закон. Дата X была вот там. Да-да-да, это был уже час такой X, когда все должно было переведено под крышу, там часть павильона все-таки построили после принятия закона, но потом начались вот эти все смены руководства, владельцев и так далее, и работа остановилась. Если все переводить под крышу, то, я думаю, опять же, вот, если брать проект того же Журавлева, да, то те же вьетнамцы с удовольствием выкупят, я думаю, там помещение в этом павильоне. Почему нет? Они там работают, они там уже практически всю жизнь работают. Приходится как-то вьетнамская диаспора, да. Мы хотим выкупить, мы вот тут поднакопили. Они будут собственниками определенных помещений, не более того, да. Да, интересно. Вот, конечно, тема прибыли центрального рынка для меня, честно говоря, тема очень темная. Может ли он быть вообще прибыльным? Он, безусловно. Может ли он обогащать городскую казну? Он, безусловно, может и должен быть прибыльным. В больших суммах крупных. Потому что во всех даже других городах центральный рынок — это источник пополнения бюджета. Это место, где крутится очень много денег. Другой вопрос, как это контролируется и куда эти деньги в итоге уходят. И если администрация этот вопрос будет решать, то и прибыль будет получаться. Но тут путь-то только один — это взимание арендной платы и больше ничего. А, собственно говоря, да. Это вот, собственно. Да, то есть вот помещение, люди платят арендную плату. Арендная плата. Мы примерно прикидываем по слухам какие-то суммы. Видимо, если исходить из того, что количество торговых мест, количество продавцов не уменьшается. На приемлемых условиях соглашаются работают люди. Мы уже говорили о том, что кто там именно торгует и почему те люди, которые за забором у рынка, они туда не идут. То есть, возможно, вопросы какие-то по арендной плате возникают. Это все должно быть прозрачно. Это все должно быть понятно и руководству рынка, и владельцам рынка, то есть муниципалитету. И все эти потоки будут. Не забывайте, что, опять же, если брать начало века, тот же самый рынок, он не просто приносил городу прибыль. Он еще содержал футбольную команду в городе Кирове. Которую сейчас уже никто содержать не может. Рынок тот же остался. Но тогда был Сергей Евгеньевич Луизянин. Да, при Сергее Евгеньевичу Луизянину. Там все жаловались, что он мало приносит прибыли, но он приносил прибыль в городскую казну. Рынок был прибыльным. Он реконструировался и, кроме этого, еще умудрялся содержать футбольную команду. Вот такая история у нас в первом части программы «Дневной разворот». Вернее, не в первом, а в единственном. Единственном сегодня. Сегодня же пятница. Сегодня же пятница. Вообще не надо о печальном. Я думаю, с рынком все получится. Ну а что, мы сейчас грустили, что ли? Нет, мы не грустили, не плакали. Немножко так переживали, волновались за судьбу любимого. Завершаем на этом программу «Дневной разворот». Как обычно, сегодня будет программа «Культ. Поход». Через 20 минут мы начнем. В гостях у нас сегодня там будут... Озвучите, пожалуйста, Николай, у вас перед глазами. Ну, давайте я озвучу. Андрей Белоусов, управляющий музейно-выставочным центром на Спасской. И директор Недетского театра «Кактус» Екатерина Лучникова. И мы будем говорить о дне рождения Недетского театра «Кактус». И, видимо, будем раздавать приглашения, в том числе, на этот самый день рождения. Да, но я думаю, будем песню петь «Happy Birthday to you». Да, у нас, как обычно, будут книги в розыгрыше, билеты пригласительные. Так что не пропустите номер наш 211-101. Начнем, напоминаю, через 20 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова